Доброе утро, Республика! Бабушка сейчас смотрит, родители и еще вся страна, надеюсь. Да и все-все-все приднестровцы, доброе утро, говорим мы из нашей студии. Сегодня для вас работают Владислав Гресь и Татьяна Аврамогла. Но самое главное, что хочется отметить сразу же, сегодня важное событие. Сегодня играет шериф с армянским клубом «Пюник». И ради этого матча я готов набить 2000 раз мяч ногой. И побить рекорд собственный. Да, ради вас. Друзья, начинаем, поехали. Поехали, засекайте, все считаем. Я включаю. За минуту. Поехали. Сразу видно по позиции, что я 2000 раз делаю прям. Поехали. Раз, два, три, четыре. Никто не говорил, что это будет сразу же 2000 раз без остановки. Поэтому, пожалуйста. Друзья, мы начинаем наши эфиры. Впереди еще все самое интересное. Хорошего вам настроения. Включайтесь и просыпайтесь вместе с нами. Миллион самых разных роз. В селе Гиска выращивают более 70 сортов. Видимо, готовятся к приезду Аллы Борисовны Пугачевой. К школе готовы? Я уверен, что да. Осталось только выбрать форму. Я смотрю, Татьяна уже подготовила лукошку, чтобы отправиться на Северный за ягодами. Слишком маленькая. Слишком маленькая. Там побольше нужно будет. Так у тебя еще мешок будет запрещаемый. Да, точно. Для картошки. Нет, на самом деле, Влад, я для тебя подготовила бумажки. Спасибо, это я вижу. Я хочу попросить, чтобы ты выбрал, чем ты займешься сегодня вечером. Вот так наугад. Свой досуг я еще не выбирал по бумажке. Итак, что здесь? Смотрим футбол. Это прекрасная идея на самом деле. Мне просто для интереса хочется узнать, что в других бумажках. Вдруг там было бы что-то получше. Ты уверен? Понятно, выбора она мне не оставляла. Тоже смотрим футбол. Ну, конечно же. Я понимаю, еще шесть бумажек, тоже смотрим футбол. Да, Влад, даже без вопросов. Потому что это самое, ну, одно из важных событий на сегодняшний день. Смотрим футбол. Шериф на выезде. Игра сегодня вечером. Я так понимаю, что ты хочешь тоже сказать. Да, хочется отметить, что я не пропустил ни одной игры в этом европейском сезоне. Поэтому я думаю, что сегодняшний день тоже будет для меня не исключение. Да. И для нас, в частности, завтра, друзья, в нашем эфире мы, конечно же, расскажем, как прошел этот матч. Ну, а пока отметим, ну, к небольшим анонсам. Игра сегодня вечером, начало в 8.00. Это игра на выезде. Ну, а 25 августа игра в Кишиневе. Ответная. И что интересно, а хочу отметить. Главный тренер, Сирос Польченко, сказал, что у наших ребят еще много сюрпризов впереди. И они их могут преподнести. Так что мы ждем эти сюрпризы сегодня вечером. Ну, я надеюсь, что они не выйдут тоже на поле с лукошками, а покажут просто классный футбол. Да. Что хочется еще отметить. Шериф уже играл, встречался с армянским клубом в 2006 году в первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Тогда в Ереване счет был 0-0, ну, а уже дома терраспольчане выиграли со счетом 2-0. Замечательная традиция. Думаю, что можно здесь тоже повторить, но только улучшить. Да, да, да. Ну, можно 3-4. Мы тогда, если готовы, ну, все. И еще, друзья, очень важная информация. Вот прямо сейчас прислушайтесь к ней. Трансляцию матча можно будет посмотреть на нашем телеканале. Вместе с комментариями от спортивных обозревателей, футболистов. Поэтому включаемся. Точнее, не переключаемся с Первоприднестровского, потому что в 8 вечера на нашем экране вы увидите зрелищный футбол. И, конечно же, болеем. Да, Пюник, Шериф сегодня вечером. Ну, атмосферу мы, конечно же, вам покажем, передадим через экраны. Ну, а сейчас небольшой анонс предстоящего матча. Тюраспольский Шериф в двух шагах от групповой стадии Лиги Европы. Чтобы туда попасть, нужно пройти армянский Пюник. Сегодня в Ереване первый матч раунда плей-офф. Желто-черные уже на месте. Отправились в Армению еще позавчера вечером. Поединок пройдет на стадионе имени Вазгена Сарксяна. Это арена знакома Шерифу. Год назад наши уже играли на ней против другой армянской команды Алашкерты. Выиграли 1-0. Стадион вмещает чуть больше 14 тысяч зрителей. Шериф – фаворит предстоящего противостояния. Так считают букмекеры. Аналитики дают терраспольчанам 44% вероятности победы. У Пюника этот показатель сильно хуже. Вероятность их успеха – 27%. И это несмотря на свое поле. Перед Лигой Европы команды провели матчи во внутренних чемпионатах. Шериф одолел «Динамо Авто» 2-0 и закрепился во главе турнирной таблицы. Дебютными голами отметились Атимвен и Уотаран. Мы очень много моментов использовали, надо работать. Очень жаль, что мы в каждой игру не забываем гол. Я думаю, что будем работать и будет лучше. Сейчас надо готовить команду для Пюника. Пюник тоже проиграл в эти две игры с «Црменом звездом». Я думаю, что она хорошая команда наша. Серьезно приобретает в эту команду и первая игра там. Я думаю, что готовимся. И будет это хорошо. Пюник в своем чемпионате тоже победил. Дома обыграли Ширак 1-0. Ереванский клуб пока на шестом месте в первенстве Армении. Готовится к предстоящим поединкам не только футболисты. Армянская диаспора намерена организовать выезд в Кишинев на ответную игру. Билеты на стадион «Димбру» уже в продаже. Самый дешевый обойдется в 30 рублей. Мы планируем тоже поехать в Кишинев с флагами армянскими. Ясное дело. Кишиневская диаспора тоже очень готова к этому, чтобы болеть за свою команду. Болеть я буду за «Шериф», наверное, больше. Потому что я здесь больше находился. Мне в целом больше нравится команда «Шериф», чемпион их. Но я буду душой и сердцем все же, наверное, на армянской стороне. Буду надеяться, что армяне тоже себя хорошо проявят. Буду болеть за красивый футбол. Хочется, чтобы и «Шериф» показал хорошую игру, и «Пюник» показал зрелищный футбол. Но если брать в общем выступление в Еврокубках, «Шериф» более опытная команда, я думаю. И объективно «Шериф» должен, мне кажется, пройти дальше. Всю прибыль с ответной игры с «Пюником» «Шериф» отдаст на лечение голландского защитника «Зимбру» Дони Ван Иперина. Он получил страшную травму в матче против «Динамо Авто». Но сначала игра в Армении. Сегодня в 20.00 терраспольчане начнут борьбу за группу Лиги Европы. Первый Приднестровский покажет игру в онлайн-режиме. У «Шерифа» большая команда фанатов по всему миру. Они придумывают стихотворения, придумывают плакаты, рисуют плакаты. Я думаю, что в скором будущем будут называть своих детей фамилиями игроков. Будет такой «Абалора Вячеславович». Сравно немного, да? Да, друзья, и, конечно же, еще пишут гимны, да, и поют в удовольствие. И ради своей команды сочиняют всевозможные композиции. Вот Евгений Аврамов решил сочинить тоже такой фанатский гимн, исполнить. И прямо сейчас мы его послушаем. И, конечно же, вот так будем заряжаться на вечернюю игру. Обязательно ждем чего? Поддержки. ПОБЕДЫ! 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 Стадионы Весь стадион, вся моя страна поет Давай, шериф, иди вперед Приднестровье прославляй Но про нас не забывай Радуй всех своей игрой Любимый клуб, мы все с тобой Мы гордимся каждым парнем Независимо от рас Посмотрите, дети с нами Город с вами все за вас Сердце бьется в унисон И поет весь стадион Вся моя страна поет Давай, шериф, иди вперед Приднестровье прославляй Но про нас не забывай Радуй всех своей игрой Любимый клуб, мы все с тобой Сердце бьется в унисон И поет весь стадион Вся моя страна поет Давай, шериф, иди вперед Приднестровье прославляй Но про нас не забывай Радуй всех своей игрой Любимый клуб, ты наш герой Друзья, ну а мы продолжаем От спорта к культурным анонсам Вот уже стартовал фестиваль под названием «Эко-чакра» Он проходит в Кисканском лесу Четыре дня релакса в лесу Скорее бы, скорее бы Да, скорее бы, скорее бы Закончить наши эфиры и поехать туда сейчас Хочется, да, немного Сейчас о программе Итак, йога, мастер-классы, трансформационные игры, фейс-фитнес Фейс-фитнес? Это драки? Нет Мнут лицом? Нет, ну это не мнут Это зарядка для лица Это какие-то упражнения Да Интересно Плетение браслетов Я думаю, Влад, тебе это было бы очень интересно Ну и арт-терапевт Когда, знаешь, нет денег, чтобы подарить что-либо Там своей второй половинке Делаю я сам Своими руками Зато как приятно Как приятно Молодец Жалко, что не золото Жалко, что мы расстаемся Ну, в общем, друзья До воскресенья всех ждут Место встречи Это Кицканский лес Недалеко от лагеря Сына Тати А все, на самом деле, подробности В инстаграме этого фестиваля Вот ссылочку оставляем Смотрите Ну, а вся подробная информация Есть у нас на ютубе Потому что не так давно В гостях у нас побывали организаторы Которые рассказали о всей программе О теме фестиваля Кто будет в гостях Кто будет давать мастер-классы И так далее, и так далее А через неделю нас ждет еще один фестиваль Который пройдет в Днестровске 28 августа Как ты думаешь, как он будет называться? 28 августа Это уже конец У нас лето Может, лето прощай Почти Не забывай Да Только кукуруза Фестиваль кукуруза Будут танцы, музыка, кино, мастер-классы Подробности Также уже расскажем Думаю, на следующей неделе Все будем анонсировать Обязательно смотрите нашу программу Так, ну и есть еще одно мероприятие Оно пройдет в хозяйстве Кислов 20 августа Тематическая вечеринка Стильный вайб Как тебе название? Молодежно Музыка, красивые наряды И много блесток Все это будет именно на этой вечеринке Также именно в этом хозяйстве Можно посмотреть кино Под открытым небом Там виноградники Да, это семейное дело Они продолжают дело своего прадеда Один гектар виноградников Красивая площадь Это все находится в селе Гиска Так, что хочется еще отметить? Я хочу сказать, что не хватает нам еще фестиваля РОС Мне кажется, что героиня нашего следующего сюжета Могла бы побороться за звание Лучший садовод Да Татьяна из Гиски выращивает более 70 сортов И я уверен, что Алла Борисовна Пугачева Исполняла песню «Миллион алых роз» Специально для Татьяны У садовода Татьяны есть мечта Собрать на своем участке все розы мира Домашнюю коллекцию начала 8 лет назад Сейчас здесь 70 сортов Все в открытом грунте Самые маленькие – бордюрные Кустовые, штамбовые, вьющиеся, плетистые, пионовидные Метры в высоту Оттенки от белого до почти черного Розой чем интересно заниматься? Потому что каждый год выходят какие-то новинки Вот эта вот штамбовая роза «Транквилити» Она привита на штамбы, растет как деревцем Цветение практически непрерывное в течение лета Это пионовидная роза Шикарная, конечно Это первый год, молодые кусты Поэтому у них шапка немножко поменьше На второй-третий год они будут побольше Это помпанела на штамбе Тоже на второй-третий год будет очень большая У каждого цветка свой аромат У пионовидных более яркий Правда, они хрупкие, быстро осыпаются Самая пахучая – роза «Манседвуд» С ароматом розового масла с фруктовой ноткой Так она вот свела, начиная с мая месяца Практически вот все время Пахнет вообще шикарная роза Самые стойкие – чайно-гибридные Они в букете стоят неделями Черный принц – это всеми любимая роза Она вот очень хорошо, долго держит цветок Также желтая – керио Бутон, правда, маленький уже Также вот – кроненбург Очень долго цветет Цвет очень красивый Он идет такой розово-красный С желтизной отдает Розы в этой коллекции растут поодиночке Кустами, а еще могут принимать форму дерева Например, ивы Это будет плакучая форма Есть разные сорта Вот именно красные, белые Все, что прививается почвопокровной на штамп У всех будет плакучая форма Красиво смотрится из-за того, что кроны будут свисать вниз Вся эта красота рождается рядом на поле с шиповником Здесь прививают новых жителей сада Сейчас в процессе рождения бакаловидные формы роз Завязалась молодая почка, прививка удалась Коллекция пополнится новинкой Успешными экспериментами Татьяна делится на своей страничке в соцсетях Затем не менее кропотливая работа Розы, особенно влаголюбивые цветы От недостатка воды будут скудно цвести А еще любят, чтобы их подкормили И защитили от болезней и вредителей Конечно, обрабатывать Хотя бы два раза в месяц От болезней препаратами я брызгаю Скор и Топаз Чередую их Один препарат, другой Также надо им давать симулятор роста Обязательно подкормочку Хотя бы один-два раза тоже в месяц Для более пышного цветения После того, как роза обрезается После этого нужно обязательно их подкормить Садоводы говорят, некрасивых роз не бывает Уход им нужен не менее, чем за детьми Обязательно поить, кормить витаминами А главное дарить заботу и любовь В начале августа мы узнали имена победителей Республиканского конкурса социальных проектов Все получили грант от президента Всего шесть проектов Да Ну и сегодня у нас в гостях Руководитель культурно-просветительского центра музея Древнерусская книжница Ксения Костромина Чей проект, собственно, попал в шестерку лучших Доброе утро Доброе утро Часто снимаем у вас в музее Но сейчас, наконец-то, вы к нам в гости пришли Конечно же, будем говорить о проекте Знаем, что вы получали в прошлом году тоже грант президента Что было выполнено и что сейчас предстоит? Расскажите подробнее Ну, самое главное наше достижение Которое мы смогли осуществить по первому президентскому гранту Это открытие музея Древнерусская книжница Которые посещают гости Посещают школьники, студенты Посещают туристы Гости Приднестровья И жители нашего города Города Тирасполя Так, а что в музее можно будет увидеть? Вот мы уже здесь, на студии, видим несколько экспонатов Это вы все принесли, что в музей находится? Я думаю, сколько всего экспонатов? Расскажите Вообще, в нашем хранении, в наших фондах На сегодняшний день более 400 единиц Конечно, это книги Музей книжный Это собрание книжное Оно имеет большую историю Книги, начиная от конца 16 века То есть это издание Московского печатного двора Первой государственной типографии на Руси Ну и более поздний, 18-19 век Старобрядческие издания Плюс у нас хорошее собрание рукописей Опять-таки старобрядческих Есть и более поздний, 20 век Знаем, что одна из основных задач вашего центра Это реставрация книг Каким образом это происходит? Ну вот по первому президентскому гранту У нас появилась эта возможность реставрации К сожалению, специалистов в Приднестровье Вот такого уровня, такого профиля Которые занимаются именно книжной реставрацией Увы, нет Поэтому в прошлом году Зимой этого года С нашим собранием работал реставратор Приглашенный Из архива Российской Академии Наук Реставратор с большим опытом Наталья Викторовна Литвина Это было как мастер-класс проводила она, да? Проходили мастер-класс Семинары для музейных сотрудников Работников музеев приднестровских и библиотек Учились наши старобрядцы Учились сотрудники нашего культурно-просветительского центра Ну и плюс параллельно осуществлялась собственно реставрация некоторых наших Вот, и теперь подробнее о том, что было выполнено в рамках этого мастер-класса И приезда российского специалиста Ну, наверное, я не буду голословной, да? Я начну сразу показывать, что я сегодня вам принесла Сразу белые перчаточки Да, дело все в том, что Почему? Сейчас мы возьмем книгу в руки, которая уже была в реставрации Мытые листочки чистые То есть к ней нужно максимально бережно, аккуратно Всем известно, что наши руки, даже когда они вымыты Все равно содержат какой-то кожный пот, да, жир и так далее Какая перед нами книга? Эта книга называется «Чиновник с намоканоном» Это печатное издание Как видите, известен точно год издания Здесь есть выходные данные 1878 год Ничего себе Ну и какая работа была проделана? Вот как выглядела книга до этого, до реставрации? И вот мы видим уже, я так понимаю, практически готовый результат Нет, здесь реставрация выполнена процентов на 90 Вот здесь еще должны быть застежечки на ремнях Вот они на сегодняшний день отсутствуют От них сохранились только спинки То есть реставратор над ней еще будет трудиться И плюс здесь есть утрата Отсутствует один лист, который будет дописан и также вплетен в эту книгу А откуда вы знаете, что там было написано в том листе? Ну, нам посчастливилось На самом деле это не единственный экземпляр, который у нас есть Это издание у нас в двух экземплярах Поэтому, к сожалению, второй в более прискорбном состоянии еще был Поэтому мы вот за реставрацию взяли именно эту книгу Расскажите, каким образом происходит реставрация книги? Я так понимаю, что еще и много времени на это уходит Потому что каждый листочек, каждый уголочек Ну вот я удивился, что нужно мыть листы Да, давайте сразу посмотрим, как это выглядит Вот в данном случае полистная реставрация осуществляла здесь первые и последние тетради То есть не полностью Я так понимаю, это уже нынешний Я не трогаю, я показываю Да, вот как раз можете здесь увидеть восстановление листа То есть был какой-то оборванный край, да? Вот видно, как раньше выглядел он Вот, и была осуществлена такая доклейка А чем клеят? Обычным клеем? Нет, нет, это специальные клея идут Они должны быть обратимыми Реставрационные клеи? Можно и так сказать Совершенно разные рецепты существуют Вот, то есть, вот, например, клей, с которым мы работали, мы же сами его и варили Я так понимаю, это тоже в середине, это вот старый лист А потом здесь это все Да, да, совершенно верно Вот можно посмотреть, как вот это восстановление выглядит Так, листы, что еще можете сказать нам про? Полистная Далее был укреплен переплет То есть книга находилась как? Часть тетради была вообще отдельно Отдельно были крышки Вот, крышки со значительной утратой кожи Вообще, это традиционный переплет доски в коже Вот, и что было сделано реставратором? Был укреплен переплет, да? То есть, плетена она, можно сказать, что заново Вот здесь вот можно увидеть такие цветные Это называется капталы Вот, капталы были родные, утрачены И из современных материалов Нашими ручками были изготовлены новые Сразу видно Да, да, были изготовлены новые Но по технологии, которая существовала раньше Вот, а также поработали с переплетом Очень интересный здесь переплет Дело все в том, что когда книга была у нас до реставрации Она у нас в научном описании числилась как доски в коже со слепым тиснением Вот, вот эта вот вся красота, это называется тиснение Вот, и она все было такого темно-коричневого цвета Слепое тиснение, или, блин, того еще его называют Это когда оно не выделяется Оно не раскрашено, скажем так, каким-то цветом Вот, когда началась расчистка, оказалось, что кожа на самом деле такого красного цвета А тиснение тут серебряное Вот, это вообще Вот это изначально? Да, да, вот это как раз изначально, как выглядела книга в конце 19 века Это очень красиво То есть, а эта книга, я так понимаю, еще не прошла реставрацию Сейчас, когда тоже можно ее чистить, вдруг она окажется зеленая Ну, зеленая вряд ли, но все может быть Зеленая вряд ли Так, вот, а сколько времени, вот так, навскидку ушло на то, чтобы реставрировать? Ну, так как все-таки книга у нас реставрировалась в условиях полевых Да, на тот момент, да и сейчас у нас еще нет реставрационной мастерской То есть, эта работа производилась во время визитов к нам реставратора Ну, где-то полгода у нас заняло Вот, это не быстро И это еще не до конца И это еще не до конца Потребуется еще один визит реставратора В ближайшем будущем он осуществится, надеюсь Расскажите, когда? Ну, мы планируем в сентябре Совсем скоро Принимается Здорово То есть, и совсем скоро у нас будет книга вот в идеальном состоянии Да, да, надеюсь В первоначальном, по сути Ну, в первоначальном она уже не будет никогда Ну, практически Но максимально, скажем так, приближенным Да Тут, вот видите, был совершенно утрачен крышок Поставили новый корешок А задняя крышка вообще очень интересна Вот, это самый настоящий пример реставрации Именно не ремонта, да Когда книга просто возвращается к жизни Вот, а реставрации Когда по максимуму сохраняются фрагменты того, что было изначально То есть, вот эти вот остаточки Которые возможно было сохранить, да Кожи Перенесены, продублированы на уже новую кожу Да, действительно, работа выполнена здесь Работа большая Очень Классальная Да Вы сказали, что работали в полевых условиях Я так понимаю, что сейчас этот грант позволит вам работать уже не в полевых условиях А в настоящем мастерской Расскажите, на что потратите Совершенно верно Финансовую помощь, представьте Да, в первую очередь Это у нас по гранту четыре направления Поэтому четыре больших направления Это развитие нашего музея В плане, во-первых, пополнения наших фондов Ну, начну с самого такого главного Это открытие реставрационной мастерской Реставрационная мастерская будет действовать во внутреннем дворе музея И кроме того, что мы будем собственно реставрировать книги Планируется, что это будет еще одно дополнительное экспозиционное пространство То есть наши гости Помимо того, что смогут ознакомиться с действующей выставкой на тот момент Могут посмотреть и как проходит процесс реставрации Это традиционная реставрация Какое оборудование используется при этом Возможно, будут какие-то экспонаты реставрации исторической прошлых веков Допустим, 18-19 века Как это выглядит? Я так понимаю, что нужно воспитывать здесь своих реставраторов А не приглашать всегда Будете, может быть, с самого начала больше мастер-классов делать Либо же уже отправлять туда на учебу Как будет происходить? Совершенно верно Именно во имя этого мы и создаем такую мастерскую То есть нам обязательно понадобятся специалисты здесь Они уже немного появились заинтересованные Готовые обучаться, готовые заниматься этой реставрацией Я думаю, что в перспективе мы должны справляться своими силами Не рассчитывать на помощь из-за границы Так, ну и расскажите нам, что еще у нас тут есть Поделитесь нашими телезрителями Вот это две книги, это, можно сказать, так, новинки То есть новые пополнения наших фондов Они переданы буквально вот в последние недели Ну, очень выглядят как новинка Да Совсем новые А откуда, если не секрет? Так, откуда? Ну, в основном наши фонды пополняются преднестровцами То есть люди, да, приносят книги из своих домашних библиотек Которые принадлежали бабушкам, дедушкам Передавались из поколения в поколение Вы знаете, вот к этому нельзя относиться однозначно Конечно, неплохо, что у книг появляется шанс Допустим, быть отреставрированными со временем Да, попасть на выставку С ними может больше людей познакомиться Но, с другой стороны, тут есть и такой вот Грустный момент, когда книги уходят от их хранителей Да, когда книга, возможно, привезенная в Бессарабию Допустим, или в Херсонскую губернию Из центральных регионов, да, России В, допустим, начале 19 века И передаваемая несколько поколений Ну, вот на сегодняшний день оказывается так Что ее уже никто не умеет читать, к примеру, да И она становится неинтересна потомкам Это грустно, вот это грустно Но, мне кажется, все-таки вторая жизнь появляется Когда вот она попадает уже в ваши руки и в музейные Да, согласна Я привезла вам здесь две рукописи Одна не нотированная Дело все в том, что у нее вот такое вот Немножко грустное состояние, да То есть тут несколько листочков у нас буквально вот Отдельно существуют, да Пока руками можно трогать, да? Ну, да, да, книга до реставрации Что предстоит здесь? Что здесь предстоит? Ну, так же, думаю, с переплетом Да, да, аналогично Дело все в том, что если вот это печатное издание То это рукопись То есть она создана пером, чернилами, вечерами, да При лучинке, это еще было до электричества, да, эпоха Дело все в том, что рукописи реставрировать, конечно, гораздо сложнее В плане того, что неизвестно, насколько устойчивы здесь чернила, да И вот та же промывка листов будет значительно отличаться Нужны и какие-то химические анализы И другие способы определения устойчивости краски Поэтому насколько быстро, насколько скоро мы доберемся до реставрации такой серьезной вещи Неизвестно Рукопись эта довольно-таки поздняя Она вообще датированная Не часто такое встречается, но есть То есть в первых листах здесь оставил писец такой текст Так, вот, например, здесь «Сия святая богодыхновенная книга, нарицаемая цветник» То есть она называется «Цветник», принадлежит Анисиму Лысову Писана его рукою 1902 года Подписал Анисим Филиппович своеручно 1903 февраля Но, очевидно, какого-то дня было утрачено То есть мы знаем, во-первых, кто ее создатель Это замечательно, это всегда интересно Случайно не какой-то родственник привез Вы знаете, я даже привезла вам его фотографию Посмотреть На самом деле это достаточно известный в старобрячестве человек Он родился в Теленештах Село Теленешты под Аргеевом То есть Бессарабия Это 80-е годы 19 века И в то время, когда он эту книгу писал Известна его биография Мы выяснили, что он служил при храме псаломщиком У него, очевидно, было время этим заниматься Были оригиналы, образцы, да, с которых он этот текст переписывал Текст цветника Вот, а вообще в дальнейшем он станет епископом измайльской епархии Последним епископом на этой кафедре И, в общем-то, человек известный в нашей среде Не уникальные вещи у вас в руках, на самом деле Да, епископ Арсений Уисов Здорово Да, вот такая история Сейчас большое количество книг ждут своей очереди на реставрацию Ну, в той или иной степени большинство нашего собрания требует реставрации То есть, если сегодня это около 400 единиц То вы понимаете, что я надеюсь, что хватит нашей жизни, чтобы сделать хотя бы половину Поэтому вы будете обучать Да, планов много Мы начинаем даже не с реставрации, а с консервации То есть, сегодня важно сохранить то состояние, которое они сейчас имеют Законсервировать, чтобы не происходило дальнейшего разрушения экземпляров Вот сегодня мы этим озабочены в первую очередь Потому что реставрация, это получается такой единичный, да, процесс Какое количество мы можем сделать в течение года? Несколько экземпляров, да Если это полная реставрация, да То есть, от и до конечного результата, чтобы книгу можно было экспонировать Ей можно было пользоваться Ну что, вы действительно очень благое, интересное делаете Отмечаем нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях была руководитель Культурно-просветительского центра музея Древнерусская книжница Ксения Костромина Говорили мы об уникальном проекте в нашей республике Древнерусская книжница, который получил грант от президента Если хотите узнать больше, то приходите в гости Милости просим Спасибо большое До сентября уже всего ничего Это значит, что совсем скоро начинается школьная пора И начинать уже готовиться нужно прямо сейчас Ну, как по мне, вот помню себя, свое ощущение Вот последние вот дни, недели, это такой был стресс А, в школу, все заканчивается в школу И как вот справиться с этим стрессом? Ну вот давайте посмотрим, что нам говорят психологи Итак, что пишут психологи по этому поводу? Не пытайтесь за последние две недели Прочитать все непрочитанное и решить все нерешенное Это мой вариант был Твой вариант? Ну ты в итоге и не пытался даже Я так понимаю Нет, просто Или пытался Так, какой сегодня? 28 августа Нужно срочно прочитать И там вот этот лист из 60 книг Список литературы на лето, да? Так, ну Не повторяйте моих ошибок Так, есть так Не говорите, что школа это зло Донесите до ребенка, что получать новые знания важно и нужно Ну, странный совет на самом деле Я не знаю таких родителей, кто говорит Ты идешь в зло Да-да-да, ну странно на самом деле Но в любом случае, чтобы не настраивать школу во вред Да, ну не говорите о том, что... Как будто, типа, наконец-то вы пойдете в школу, а мы будем отдыхать Да, ребятки, вы что? Школа! Классно! Ну, друзьями увидитесь, наконец-то! Так, ну, есть еще несколько советов Если остались важные дела, разбейте их на мелкие части и составьте график Ну, все, естественно, график сейчас нужен будет Потому что просыпаться нужно вовремя Завтракать и готовиться Я бы сказал ранним-ранним утром Ранним-ранним утром Но ничего, мне кажется, если сейчас начинать вливаться в этот график То уже к сентябрю все быстро очень успеется Да, и еще один совет Если видите, что ребенку не нравится ходить в школу Постарайтесь выяснить причину Возможно, у него проблемы с одноклассниками Да Ну, это как будто бы можно наврать Мне не нравится школа, у меня там проблемы Приходят в школу, спрашивают, как у него все отлично Все идеально Все идеально И приходят домой Он просто учиться не хочет Ну что, друзья, на самом деле В любом случае школьная пора, она придет Хотим мы этого или нет Но учиться-то нужно И готовиться к школе тоже нужно И готовиться не только психологически Но и, конечно же, подготовить форму Концтовары, рюкзаки Получается, сегодня 18 августа То есть можете смело начинать гладить форму Она же тщательно Я гладил, все равно остаются чуть-чуть Где-то... Заранее нужно было И ты просто все эти дни выглаживаешь Чтобы ты выглядел идеально Да Ну, а как выбрать форму к школе Мы расскажем прямо сейчас сюжет Вот и Катерины Чекан Так выглядит без пяти минут первоклашка Но чтобы в это можно было поверить Недостаточно усадить ее за парту Нужно ее правильно одеть Не зря школьная форма Имеет строгие линии И ограничения в цветах Пока Алина по привычке Заглядывается на пестрые луки Присмотримся к базовым комплектам Для школьников Так, первоклашке девочки понадобится минимум две блузы Брюки и юбка Хорошо бы и сарафаном обзавестись Минимум для мальчишек Две пары брюк, столько же рубашек Непритязательная пола И пиджак для завершения делового стиля По желанию Сейчас очень много родителей Кто хочет практичности То есть он старается взять эту вещь Для того, чтобы даже если вдруг Мы уйдем на какой-нибудь маленький такой локдаун То эта вещь пригодится ему Для постоянной жизни Но по минимуму все равно все берут Выбору деловой школьной одежды Можно позавидовать В строгих силуэтах читается И ритмичная складка плясей И легкий нрав дриппировок валанов Головоломка из витиеватого кружева Сияние юных звездочек выдает мерцание На манжетах и воротниках Выбор есть И отразить оригинальность школьника Можно, несмотря на равнение по цвету Во всей этой красоте Правда, не стоит забывать о качестве вещи Синтетика необходима, но в разумных пределах Небольшой процент синтетики Школьным костюмам просто необходим На таких брюках стрелки И складки на юбках плясей Держатся дольше Вещи более износостойкие И от этого зависит опрятный облик школьника Ну и к тому же Такие вещи, в отличие от изделий Из чистого хлопка и шерсти Стоят дешевле Лучшая рубашка для мальчиков Это 80 на 20 Как бы это прискорбно не звучало Все ищут 100% хлопок Для того, чтобы она хорошо стиралась Хорошо носилась Удачно гладилась И была просто на высоте Это должен быть вот такой состав Что касается брюк Мы в основном работаем Если это мальчики Мы работаем с шерстью Но также это может быть катун То есть это больше зависит от детей Сейчас очень много детей Аллергиков Которые просто не переносят шерсть Тогда стрейч катун Прям оптимальный вариант Обувь школьника Еще полчаса из жизни В магазине Это если выбор большой Нам повезло И выбор И ценник на любой вкус И качество не хромает Лофер С липона Изящные туфли Мэри Джейн С ремешком Натуральная кожа Или ее заменители Обувь лаковая Выбрать есть из чего Лак в основном Он такой более жесткий Но для детей Они делают его мягеньким Комфортным Сезон туфель Продлится дольше Чем кажется Когда зарядят дожди И стукнут морозы Этот вид обуви Перейдет в разряд Сменки Поэтому лучше Не экономить на качестве И присмотреться К кожаным изделиям Если кожа снаружи Бьет по карману То Хотя бы Это должна быть внутри Так И конечно Когда она везде Там и ортопед Подушки очень хорошие И супинаторы Там вообще претензий К той обуви Вообще никаких Классика и полустили Легкая перфорированная Для тепла И с защитой Для проблемных участков Носика В мальчиковой обуви Все так же Разнообразные Почти нет шнурков Мальчишки У нас лентеюшки Они завязывать Шнурочки не будут Поэтому обязательно Должна быть липучечка Чтобы им удобно Было обуваться Хорошо открывалось Широко Чтобы легко Прямо с разбегу Быстренько запрыгивалось И хорошо застегивалось Экономить на первоклассках В этом году Не придется Разгрузить кошелек Родителей Помогла компания Шериф 100 долларов На каждого первоклассника Ну что Форму мы выбрали Теперь пора Говорить о чтении Точнее О скорочтении Итак Средняя скорость Чтения Для взрослого человека Влад Как ты думаешь Сколько? Ты можешь сценарий Посмотреть на самом деле Для Давай так Для взрослого Сообразительного человека Ну да Полторы тысячи слов Ой Ну в минуту За час Мы про какое время говорим? За минуту На самом деле Есть показатель Это 200 200-300 слов в минуту Ниже среднего Но приемлемый показатель Это 150-200 слов в минуту Ну вообще Что ты знаешь О скорочтении? Ну Сразу вспоминается Это школьные годы Когда Вводили нас И мы должны были Быстренько прочитать Помню Приходил к нам Завуч Ну это было несколько чтений Но Техника чтения Ну это техника чтения Немножко Завуч забрал одного ученика Он читал И Потом мы как ученики Делали такую хитрость Тот кто прочитал уже Технику чтения сделал Первый? Да первый Выходил к нам И рассказывал про что Текст был А я эту систему Чтобы вы поняли Вообще не понял Зачем она подходит А так как эта девочка Мне нравилась Я говорю Ну подойди тоже ко мне И она подошла Мне рассказывает Я думал Что она мне рассказывает Все это И я просто радовался Что она рядом стоит То есть в итоге Я пришел Нормально прочитал Но соображением У меня было слабо Все понятно Но на самом деле Есть рекорды Друзья рекорды Скорочтение 16-летняя киевлянка Ира Иванченко За минуту Прочитала Внимание 163 1333 Слово За минуту За минуту То есть мы говорим Тут про 200 230 А тут 163 тысячи Но нужно отметить Что она врет Она еще и лгунья Нет Девушка занималась В центре развития мозга Которую обучает Методики быстрого чтения То есть Есть такой центр Где собственно Обучают Зачем это нужно Это уже другой вопрос Но вот Есть такой рекорд Еще Примеры Так Онора де Байзак За 30 минут Мог прочитать Роман средних размеров Ну Как будто бы Непонятно Сколько средних размеров Да-да-да Так написано Вроде бы Три страницы Для меня это средний размер Средний да Наполеон Бонапарт Читал со скоростью 2000 слов За минуту Ну правильно Как проверить сейчас Никак Никак Да Ну друзья В общем Развить этот навык Можно Есть специальные техники Правила А вот о них Мы прямо сейчас Расскажем Что такое скорочтение Как можно этому обучиться Как могут научиться Дети Взрослые И так далее Смотрим наш сюжет Невнимательность И неуверенность С этим часто сталкиваются дети Когда читают новую книгу Увеличить скорость И улучшить качество чтения Ребенка Вполне реально Скорочтение Скорочтение вслух Это не скорочтение Это техника чтения Мы сдаем технику чтения А скорочтение Начинается тогда Когда ребенок Закрывает рот И узнает слова Когда ребенок Проговаривает текст Про себя мысленно Он не читает Быстрее Чем он читает вслух Развить боковое зрение И повысить Объем восприятия слов Вот с чего Можно начать Таблица Шульта Как раз подойдет Это такая Квадратная матрица В ее ячейках Хаотичный порядок Букв или чисел Задача ребенка Смотреть только На середину таблички И сосчитать Все числа По возрастанию Раз, два, три Старт Путает окончание И часто возвращается К прочитанному Нередкие проблемы Школьника А если он Начинает обращать Внимание на буквы Сразу теряет смысл И пересказывает Текст с трудом Пересказ Это то Как ребенок понял Прочитанное Поэтому дословный Пересказ Обычно не нужен Предложите малышу Поиграть в упражнение Молния От такого Он точно не откажется С каждым разом Нужно увеличивать Количество Прочитанных слов Между попытками Пересказ Своими словами О чем было Кто был главный герой Что происходило Какие-то главные моменты Они делают Это упражнение Для того Чтобы было прочитано Как можно больше Объема текста Ну и соответственно Они во второй раз Когда прочитывают Они соревнуются Сами с собой Чтобы обогнать Самого себя Заниматься скорочтением Лучше с 10-11 лет На самом деле Хороший результат Это не количество Слов в минуту А интерес к книгам И осмысленное чтение Влад Да Как ты думаешь Какой сегодня день Счастливый О это точно Практически уверен в этом Но в календаре праздников Знаешь как он значится Никогда не сдавайся Такой день сегодня Мотивирует Но знаешь Есть люди Которые Слегка не уверены В себе Для них мне кажется День нужно придумать Никогда не говори Никогда не сдавайся Хорошо звучит Но странно В любом случае Никогда не изменится одно Не поменяется гороскоп В нашей программе Это точно Друзья Начинаем Поехали Овны Середина дня Принесет хорошие новости Будет шанс добиться успеха В сложном деле Справиться с тем Что раньше не получалось Вечер обещает хорошие новости Касающиеся членов Вашей семьи Или других близких людей То есть можете порадоваться За тех Кто находится рядом с вами Телец Внимательно прислушивайтесь К тому Что говорят другие Есть шанс узнать Нечто важное Вовремя получить информацию Которая поможет Избежать ошибок В делах Так что тоже Друзья Будьте внимательны Близнецы Влияние позитивных тенденций Будет усиливаться Вы станете чувствовать себя Заметно бодрее До конца дня Удастся завершить Несколько сложных дел Начатых раньше Ну всегда вы доводите Все до конца Идиальный день Так Гараки Подходящий момент Для обсуждения Важных вопросов Наступит позже Вы получите Какую-то полезную информацию Поймете На чем настаивать А в чем лучше Уступить Хорошо Когда ты понимаешь Принимаешь информацию И понимаешь Как ею пользоваться Замечательно Львы Начинайте день С важных дел В это время У вас будет шанс Быстро справиться С решением важных задач Завершить то Над чем вы Так долго Трудились Ладить с окружающими Будет нетрудно В принципе Что вам Это же львы У них Всегда все Так Дева Середина дня Обещает приятную встречу Знакомство Которому вы будете Очень рады Вечером Можно будет Уделить внимание Семейным делам Не исключено Что ваша помощь Понадобится Кому-то из близких Но вы возьмите И помогите Правильно Поддержка Весы Утро будет благоприятным Для общения Вы сможете укрепить Существующие деловые связи И завязать новые Полезные знакомства Удачи Вперед Удачи Скорпионы Внимание Будет возможность Побывать в каких-то Интересных местах Познакомиться с людьми Которые Совсем на вас Не похожи Вы узнаете Много полезного Если будете Внимательны Опять же Мы говорим Про внимание Стрельцы День едва ли Будет особенно Плодотворным И вряд ли Принесет Головокружительные Победы Но пройдет Он приятно Наверняка Порадует вас И удачными Совпадениями И приятными Встречами Так Козероги Не бойтесь Принимать Самые необычные Предложения Если они Кажутся вам Интересными Сегодня Многим вашим Начинаниям Будет сопутствовать Удача Благодаря поддержке Звезд Вы добьетесь Чего? Успеха Конечно же Друзья Удача Успех У вас сегодня Два У Водолеев Возможны Хорошие новости Издалека Известия от людей О которых вы Беспокоились Не исключены И заманчивые Предложения Такие заманчивые Надеюсь Как-нибудь Они заманят Куда-нибудь Водолеев Куда-нибудь В заманчивый мир В заманчивые места Так Рыбы Действуйте быстро Тогда день Будет не только Интересным Но и очень Плодотворным Естественно Особенно Благосклонные Звезды будут К рыбам Занятым Решением Финансовых Вопросов Ну Финансовые Вопросы Это такие Вопросы Серьезные Поэтому Решать их Нужно тоже Быстро И внимательно Ну что Вот такой Гороскоп У нас На сегодня Друзья Ну я знаю По кому Точно Соскучились Какую Рубрику Ждете С нетерпением Как ты думаешь Я даже Не то что Думаю Я уверен Это рубрики Артема Мазура Да Друзья Прямо Сейчас Свеженький Выпуск Свободной Касты Смотрите И получаете Деньги Всем доброе утро Здравствуйте Артем Мазур Это Свободная Каста Специально Для вас Свободная Каста Такая Рубрика Которую Мы приглашаем Наших Близких Знакомых Или Просто Людей С которыми Нужно Познакомить Вас И сегодня Эту роль На себя Взяла Рима Доброе утро Рима Как самочувствие Отлично Расскажу вам Как мы с Римой Познакомились И как Рима Оказалась Здесь В инстаграм Ты написала Что смотрела Передачу И хотела бы Поучаствовать И потом Ты описала Давай Расскажи Сама Откуда Ты меня знаешь В общем Когда-то Давно Лет Десять Назад Мне было Лет Не знаю Семь Восемь У нас В ДК Играл Свою роль Прям Артистично Я смотрю И понимаю Мне он так нравится Он так хорошо играет Привлек своей игрой Внимание И я говорю Вот Я когда вырасту Я по-любому С этим человеком Пересекусь И вот Как-то буду Взаимодействовать Точно И вот оно Взаимодействие Тот серый волк Был я Да Это было Слободзей Да Да Слободзей ДК И мы там Играли Для тебя Для твоих Садик Школа Школа Младшие классы были И вот Выросла И все-таки Видишь Да Получилось Смотри Взрослая Римма У меня для тебя Есть 5 вопросов Перед съемкой Римма сама Выбрала сценарий Так Да Да Я даю каждому Участнику Тыльной стороной Сценарий Они вытягивают Чтобы было интересно Какие вопросы Им выпадут Также у меня Есть для тебя Сертификаты От наших партнеров От хай-тек маркет Каждый твой Правильный ответ Это вот такой Сертификат На 50 рублей Следовательно Ты сегодня Сколько Можешь Выиграть 250 Усчитываешь Хотя бы 150 Хотя бы 150 Ну попробуем Начнем Давай тебе удачи Просто из разных областей Потом познакомимся С тобой поближе Узнаем Чем ты теперь Занимаешься В каком виде спорта Римма Не используют Сетку Футбол Баскетбол Волейбол Регби Все очень просто Ну я волейболистка И волейболистка Да Круто Есть какой-то там Разряд Какие-то спортивные достижения Конечно Я выходила на республику Когда-то давно Когда еще не было ковида Выходили на республику Все было прекрасно У меня стаж Шесть лет Шесть лет волейбола Да Там какая-то позиция есть Нападающий Или такого нет Волейбола Есть конечно Схема 4-2 Основной нападающий Потому что у меня рост Метр восемьдесят И поэтому приходится Пользоваться Ясно И как успехи На волейбольном поле Отлично Да Давай сейчас узнаем Какие у тебя успехи В свободной касте Итак В каком виде спорта Не используют сетку Футбол Баскетбол Волейбол Регби Точно не волейбол Точно не волейбол Что? Точно не волейбол Не используют сетку В волейболе нет сетки? А, ой Есть Извини Давай-давай-давай Так Значит Регби? Регби Конечно Регби тебе приносит 50 рублей Это твои Спасибо Ты поняла, да? Все, расслабилась? Есть 50 рублей Идем дальше Поехали Вопрос второй Какая из марок автомобилей является шведской? BMW Peugeot Volvo Nissan Давай порассуждаем И ответим верно Мама хочет, чтобы ты водила какую машину? Не знаешь? Хоть какую На четырех колесах Это хорошо Возьмем Скейт Тоже четыре колеса Не подойдет? Не Ладно, окей Два велосипеда склеить скотчем Тоже четыре колеса BMW Peugeot Volvo Nissan Какой Шведский Из них? Это точно не BMW Второй вариант какой там? Peugeot Aura стоит, нет Нет, Aura стоит, нет Хорошо Volvo Теплее Теплее Nissan Nissan Тоже знаменитая марка Да Ну и вот вы тоже Остановимся на третьем варианте На третьем, на Volvo Да Ну хорошо Не знаю, как ты Но это верно Бери Это тебе еще 50 Надеюсь, у тебя будет тоже Volvo Потому что Volvo на самом деле Очень качественная и надежная машина Мы с тобой имеем право застраховать сумму То есть ты сейчас можешь быть Я страхую, Артем И у тебя будет 100 рублей, если ты вот потом проиграешь Ну давайте застрахуем Итак, вопрос третий Смотри, он связан и со свободной кастой И с нашими партнерами Это магазин инструментов Alice Pro Вот они такую тебе дадут собачку Если ты верно на него ответишь Договорились? Да Нравится? Очень Разовую машину Что такое Роза Хутор? Это пляж Это гостиница Горнолыжный курорт Или это ресторан Итак, Рима отвечает и забирает себе подарок от Alex Pro и 50 от High Tech Market Давайте горнолыжный курорт Чего это вдруг? Ну не знаю Вот гостиница Вот я вот Это горнолыжный курорт, конечно Это тебе Спасибо И вот от Alex Pro От прекрасных инструментов Вот такая собака-копилка Будет твоя Спасибо вам Зато 150 Я же сказала, что хотела 150 Да, но еще не закончилось Идем дальше Либо ты можешь сейчас забрать все это и уйти А если проиграю? То у тебя ценится только 100 Давайте Вперед Опас четвертый Что делала Клото Одна из Мойер Греческих Богинь судьбы Приехали, да? Называется вопрос Распределяла судьбы Перерезала нить жизни Прела нить жизни Связывала разные нити жизни Что делала Клото? Смотрите, я вспоминаю сразу Геркулес Мультик Давай Там же были три ведьмы Они такие С одним глазом Наверное Я не смотрел Не смотрели? Посмотрите Спасибо Посмотрите И они, получается Были В негативном Образе Да Они постоянно Перерезали нити Они распоряжались судьбой То есть Они Убивали человека Разрезая нить То есть Я вот почему-то думаю Еще раз вопрос Что делала Клото Одна из Греческих Богинь судьбы То есть Их там Ты говоришь Было три А вот Одна из них Что ты делала Вот что она делала Распределяла Клото Перерезала Пряла Связывала Судьбы Да Судьбы Да Разные нити Те самые Значит Видимо Это одна Какая-то Богиня Которая Раздавала Я принимаю Твой ответ Как распределяла Судьбы Клото У меня есть такая фишка Я стучу Если я принимаю Твой ответ Мне стучать Рима Да Давайте Ну что Рима Я тебя поздравляю На самом деле Это круто Что ты приехала Я принимаю Твой ответ Ты хотела Победить Хотя бы 150 Ты на самом деле Верно Размышляла Но Ты выбросила Сразу Верный ответ Она Пряла Нить Жизни Ты получаешь Твои 100 И прекрасную Собаку От Alex Pro Спасибо Что ты была С нами Спасибо И тебе Меня зовут Рима Я поучаствовала В свободной касте Поэтому я бы Распределяла Нити Как же быстро Пролетело Утреннее время Но все так бывает Все течет Все меняется Все продолжается Не меняется Конечно То что мы Каждый будний день Рассказываем вам Прогноз погоды Но этот день Не исключение Поехали Приступаем Ох Итак Каменка Днем температура 25-26 градусов Тепла Ночью 17-18 Такая же температура В Рыбнице В Дубосарах Ну в принципе Я так понимаю И в Григориополе Да Тоже Такая же температура Возможны осадки Так Ну смотрим Что у нас На юге Итак Бендеры Циррасполь Слободе Днестровск Температура воздуха Прогреется До 28 градусов Ну а ночью Плюс 17 Плюс 18 Вот такая вот погода Нас ждет В Приднестровье Хорошо Что не душно Ну да Это точно Хорошая у нас Погода Такая уже Приятные показатели Уже видно Что август Сходит К сентябрю Уже идет дело Но что не скажешь Про Ереван Ведь сегодня Там Плюс 38 градусов Ну прям жарко Я думаю Что нашим футболистам Придется Потеть В прямом смысле Этого слова Но зато Когда потом Ереванские футболисты Приедут сюда Придется им Немножечко Померзнуть Я не думаю Что настолько Все будет холодно Мы еще раз Хотим отметить Что сегодня В Ереване Шериф играет С клубом Пьюник Обязательно Смотрим Следим за игрой И не пропускаем Ведь сегодня Трансляцию Можно будет Посмотреть На первом Приднестровском Начало В 8 вечера Мне кажется Очень удобное время Чтобы Посмотреть футбол С любимым телеканалом Как хорошо Футболисты придумали И вообще Лига Все придумала Все делать вечером Чтобы люди пришли Ну конечно Молодцы Ну что друзья Мы с вами прощаемся Уже совсем скоро А именно завтра Встречайте нас В том же составе Владислав Гресь Татьяна Аврамогла Было приятно провести Это утро вместе с вами До скорой встречи Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok